Самарские производители электрооборудования намерены покорить и европейский рынок. По данным экспертов, сегодня более третьей электротехнической продукции в России произведено на Самарском заводе «Электрощит». Через пару лет предприятие значительно увеличит мощности. В Самаре заложили первый камень в основании нового завода. Инвестором строительства стала крупнейшая европейская компания. Несмотря на санкции, сотрудничество Самарского региона и Франции в области промышленности развивается. Менее чем через два года на этом участке площадью 3 гектара появится новый завод. По передовым технологиям здесь будут производить трансформаторы, в том числе и новейшие разработки самарских конструкторов – трансформаторы с сухой изоляцией. Энергоэффективное, надежное и безопасное оборудование для предприятий нефтяной и энергетической сфер. Новый завод – ключевой проект группы компаний «Электрощит» и европейской компании «Шнайдер Электрик» – мирового лидера в области управления электроэнергией. Самара – это сердце нашей компании в России. Здесь собраны все наши лучшие технологии, наши лучшие сотрудники. Самарский завод «Электрощит» является самой большой производственной площадкой компании «Шнайдер Электрик» в России. Инвестиции европейской компании в строительство завода – более миллиарда рублей. Начать проект быстро и без проволочек позволила поддержка областного правительства. Памятную капсулу в первый камень будущей основания завода заложили губернатор Самарской области Николай Меркушкин, посол Франции в России Жан-Морис Репер и президент группы компаний «Электрощит» Эрик Бресе. «Будет на заводе 500 новых рабочих мест, естественно, современных рабочих мест. И это даст дополнительный импульс развитию и компании, и, естественно, Самарской области. Мы будем делать все, чтобы бизнес здесь нормально развивался, поддерживать во всем». Несмотря на непростую ситуацию на международном рынке, французские компании готовы инвестировать в российские предприятия, и Самарская область – прекрасный пример выгодного партнерства. Необходимо, чтобы наши компании понимали, что смогут работать в благоприятных условиях. А Самарская область служит добрым примером, потому что во Франции есть компании, которые сейчас задумываются, а не подходящий ли момент именно для того, чтобы инвестировать в Россию. Новый завод позволит увеличить мощности самарского предприятия сначала на треть, а в перспективе и на 50%. Трансформаторы новой серии превзойдут конкурентов и по цене, и по скорости изготовления. «Мы намерены шагнуть чуть дальше на новый виток развития компании, что позволит выбиться в лидеры на российском рынке. Ну и в том числе мы нацелены на сегодняшний день на зарубежный рынок». Согласно примете, если начать новое дело в дождь, все получится как нельзя лучше. В данном случае примету можно отнести не только к новому заводу, но и к дальнейшим партнерским отношениям Самарского региона и Франции. Арина Кравцова, Максим Гусев, События. Кадровые перестановки. Юлия Степнова покидает кресло министра имущественных отношений Самарской области. Такая информация появилась на сайте областного правительства. Губернатор Николай Меркушкин принял решение о переводе Юлии Степновой на должность советника губернатора. Временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначается заместитель министра Антон Бекин. На работу как на праздник можно ходить только по самым благоустроенным улицам. Приведение в порядок территории у проходных промышленных предприятий задачи на ближайший год. Городские власти вместе с заводчанами уже начали эту работу. Подробности в нашем сюжете. Светлый путь заводчанам обеспечили со станции «Юнгородок» до проходной завода «Авиаагрегат». Совместно с муниципальным предприятием «Самар-Горсвет» на всем протяжении маршрута восстановлено освещение. На столбах дополнительные фонари. Более 80. Сотрудники городского департамента благоустройства и экологии обрезали опасные деревья и посадили новые. Что касается безопасности криминальной, патрулирование наладилось. Я пару вечеров сам проходил инкогнито посмотреть, как все работает. Действительно патрули есть. Благоустройство территории у проходных заводов продолжится, отметил глава администрации города Олег Фурсов на встрече с руководством ведущих промышленных предприятий «Самары». На заводах работают десятки тысяч гаража. Окружающая обстановка должна быть образцовой. С точки зрения чистоты и эстетики, а также закона и порядка. Департаменту потребительского рынка глава администрации города дал особое поручение. 48 объектов потребительского рынка было выявлено незаконных. Только два, по-моему, там снесено киоска. Этого недостаточно. Значит, работу тоже нужно форсировать. У нас проходные промышленных предприятия должны стать неким образцом для подражания другими предприятиями. Поэтому здесь работу нужно усиливать. В ближайшее время начнется ремонт заводского шоссе. Сейчас заканчивают подготовку всех необходимых для этого документов. Руководство заводов предложило оборудовать вдоль шоссе велодорожки, так как заводчане активно поддерживают новый тренд – пересесть с авто на двухколесный транспорт. А также, построив в районе спортивный комплекс, вспомнить забытый лозунг после смены на стадион. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. Участники автопробега «Знамя Победы» во вторник достигнут конечной точки своего маршрута – прибудут в Брест. А пока следующим пунктом на пути их следования стал город-герой Минск. Он был захвачен фашистами с самого начала войны. Большинство жителей было убито. Выжил только каждый седьмой. Спасибо. Пусть наша священная земля вместе с землей России объединится и всегда будет вместе. И чтобы мы всегда были победителями. Героическую землю города-героя нам привезли ветераны, и от этого она стала еще дороже. С первых дней войны Минск был захвачен фашистами. Они установили здесь жесткий оккупационный режим и уничтожили огромное количество мирных жителей. К моменту освобождения от 250 тысяч населения осталось всего 37. Партизаны, подпольщики, фронтовики Минска приехали на встречу с участниками самарской делегации. Это самые трогательные моменты поездки. Генрия Теглахенгаус ушла на фронт через неделю после начала войны. Была санитаркой и медсестрой. В 1942-м получила тяжелое ранение. Никакие силы не могли оставить ее дома в день нашего приезда. Вы знаете, это очень красиво. И очень приятно. И приятно то, что именно к нам в Беларусь, из России приезжает, потому что оторвать это все друг от друга невозможно. Это очень приятно. Просто здорово. Белорусский государственный музей истории – один из крупнейших на планете. Его начали собирать еще в 1942-м во время оккупации. Сегодня на территории в 3000 квадратных метров выставлено более 8000 экспонатов. Члены клуба «Онисражались за родину» не могли оторваться от военной техники. Они и сами выглядели, как музейные экспонаты. Бог вам здоровья. Пожалуйста, спасайте. Я вижу, я вижу прекрасно, как солдат. Понимаю, что здесь никогда вообще не случится то, что произошло на Украине. Почему-то люди совершенно по-другому относятся. Они близки к нам по духу. Мы ждали, конечно, ждали, что будут проявлять какой-то интерес к нашей колонии. Но такого внимания не ожидали. Из Минска колонна исторической техники направилась в город-герой Брест – конечную точку нашего маршрута. Там к делегации должны присоединиться самарские школьники – победители военно-спортивной игры «Зарница». Затем в обратный путь. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События. Марш барабанщиков, песни и танцы для ветеранов Великой Отечественной войны. В детской школе искусств номер 6 прошел торжественный концерт, посвященный 70-летию Победы. Жительница блокадного Ленинграда Клара Полякова – дорогой гость в любой школе Ленинского района Самары. Рассказывать детям о самых тяжелых днях своей жизни – мой долг, говорит женщина. Только так можно объяснить школьникам, как люди не сломались во время войны и выжили благодаря огромной любви к родине. Отца не взяли в армию, и в ополчение в народное не взяли, потому что оставили его защищать определенные объекты. Он принес кусок конины. Лошадь разорвала снарядом, и вот эти куски конины люди разобрали. И вот этот кусок конины – у нас 6 человек семьи было. И этот кусок конины мы не съели одни, а этот кусок конины сварили на общую квартиру, а квартиру мы жили в коммунальных. Коммунальная квартира, у нас 8 семей было. И вот это вот все сварили, и все вместе ели. Это говорит о большой взаимопомощи. Ученики 6-й детской школы искусств с большим уважением относятся к ветеранам и приглашают их на свои концерты. Улыбки этих людей для маленьких артистов – лучшая награда. При подготовке к нашим концертным номерам дети уже начинают интересоваться историей нашей, изучают даже свою родословную. Внимание, конечно, очень приятно ветеран, потому что ветераны всегда с удовольствием встречают наших детей. И, соответственно, конечно, и дети тоже с любовью, добротой стараются вложить частичку своей души. Концертные программы, посвященные 70-летию Победы, будут проходить в учебных заведениях весь май, чтобы каждый ветеран имел возможность прийти, пообщаться с молодежью, вспомнить песни военных лет. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Они всю жизнь рука об руку. В Международный день семьи в отделении ЗАГС Кировского района Самары честовали тех, кто прожил в браке 25 и более лет. Пять семей, которые отпраздновали серебряной, рубиновой и золотой юбилей совместной жизни, получили подарки. Любовь, терпение и уважение друг к другу – залог долгой семейной жизни, уверены супруги Моисеевы. Вместе они уже больше 50 лет. Валерий Иванович и Алевтина Антоновна познакомились во время учебы в университете. Юному студенту сразу приглянулась скромная красавица. И спустя много лет она по-прежнему для него самая лучшая и любимая. Главный факт в том, что у нас и у меня в семье, и у нее у нас был такой порядок. Познакомился, женился один раз на всю жизнь, понимаете. Так что принцип такой. Серебряная, рубиновая, золотая свадьба. В отделении ЗАГС Кировского района Самары честуют семьи, которые прожили в браке 25 и более лет. Жизнь этих семей – достойный пример для молодого поколения. Семейные ценности, семья, материнство вообще являются приоритетным направлением нашей политики, государства в целом. Ну а мы как центр «Семья» в первую очередь стараемся такие семьи поощрять, потому что семья – это основа всего. Все семьи получили дипломы и памятные подарки. В завершении праздника, как и много лет назад, супружеские пары оставили свои подписи. Но в этот раз не в документе о регистрации, а в книге почетных гостей. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Свадьбу земли и брошенного зерна на днях отметил чувашский народ. Праздник земледелия Акатуй прошел в сквере Высоцкого, куда съехались чуваши со всех уголков Самарской губернии. Несмотря на дождь и прохладную погоду, веселились с размахом. Яркие блестящие одежды и хорошее настроение. У чуваший праздник в честь окончания весенних пассивных работ принято отмечать на широкую ногу. А Акатуй зародился в чувашских деревнях и всегда праздновался в лесу или у воды, как символ единения с природой. Начинается с пляски, с песен, хороводы. То есть праздник этот всегда проводится весело и радостно. Но для того, чтобы провести весело и радостно праздник, надо хорошо поработать. В древние времена в этот день чуваши соблюдали множество ритуалов. Старейшины обращались к духам земли, а молодежь гадала. В наши дни на Акатуй принято накрывать богатый стол, зазывать в гости родственников. По традиции чуваши наряжаются в красно-белую национальную одежду. Она, скорее всего, связана с чистотой, все-таки белой и красной, и с радостью какой-то красоты. С любовью. Как и на любом национальном празднике, народные гуляния, танцы и песни на Чувашском, посвященные труду и благополучию. Будем петь о родственниках, которые вместе хорошо поработали, закончили пассивную, и вместе сейчас за одним столом сидят, и чтят, и празднуют, и благодарят друг друга, и вместе отмечают это. Всего в Самарской области проживают порядка ста тысяч чувашек. Этот народ на третьем месте по численности после русских и татар. Главные национальные торжества пройдут 6 июня в селе Рысакина. Поздравления будут принимать чуваши со всей губернии, естественно, на родном языке. Дорогие друзья, поздравляю с великим праздником Акатуй. Желаю здоровья, любви, счастья и добра. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Весело и с пользой на свежем воздухе время проводили не только взрослые, но и дети. Попить чай с безумным шляпником, навестить бабу-ягу и соткать волшебный ковер. Юные самарцы приняли участие в акции «Не ночь в музее». Вместе с ребятами сказочными тропами прошла и наша съемочная группа. Вещий камень на входе в усадьбу Толстого указывает юным посетителям, где их ждут сказочные герои. Варвара Краса Длинная Коса по совместительству студент-культуролог Александр Безрученко предлагает ребятам почувствовать себя музыкантами и сыграть в шумовом оркестре. Дети очень любят шуметь, а часто дома им родители это не разрешают. Однако здесь у нас на станции это делать можно, поэтому дети с удовольствием бьют во всякие разные кастрюли, ведра и с удовольствием устроивают шум. Поиграть в классику в музее ребятам предложили безумный шляпник, баба-яга и кот в сапогах. Детвора с легкостью угадывает название сказочных героев, имена персонажей. Девочка с не менее волшебным именем Мелисса старательно помогает белоснежке ткать волшебный ковер. Я вот сейчас специально заплетаю эти ниточки, чтобы получилась, может быть, картина, может быть, у нас получится. И я еще пытаюсь загадать желание, чтобы оно сбылось. По сказкам с удовольствием путешествуют и родители. Ирина Припутникова и ее сын Вадим решили непременно побывать в гостях у каждого персонажа. Нам очень понравилось здесь. Приятно находиться, когда вокруг столько счастливых людей, детей, которые радуются вместе с нами. Очень замечательно организованный праздник. Спасибо организаторам. Не ночь в музее стала детским ответом на взрослую музейную бессонницу, охватившую всю страну. Организаторы акции в музее-усадьбе Толстого решили подарить литературный праздник июнам самарцам. Хочется как-то действительно делать детям праздник, но праздник, который что-то им давал бы, да, еще помимо развлечения, да, знакомства с литературой, с художественным словом, с какими-то любимыми сюжетами, да. Это важно, потому что дети у нас все меньше читают. А так мы визуализируем для них эти сказочные мотивы и, по-моему, это здорово. Пообщаться со сказочными героями ребята могли до самого вечера, пока двери в волшебство не закрылись. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Спортивное лето в Самаре. В этом году в областной столице пройдет более 40 спортивных соревнований по 18 видам спорта. Уже в конце мая на площади Куйбышева установят футбольное поле с искусственным покрытием. В течение лета здесь пройдут соревнования «Мега-Волга», «Лето с футбольным мячом» и «Футбол в центре Самары». Набережная станет площадкой для проведения чемпионата России по пляжному футболу, а также турниров по пляжному волейболу и теннису. В июле в 15-й раз пройдет парусная регата памяти Владимира Высоцкого. В августе областная столица отпразднует День физкультурника. Пройдет городская спартакиада среди национальных центров города. В сентябре в Самаре состоятся соревнования среди дворовых команд. В них примут участие воспитанники тренеров-общественников по месту жительства. Планируется, что в соревнованиях и турнирах примут участие более 20 тысяч детей. Глава администрации Самар Олег Фурсов поручил ставить более амбициозные задачи и задействовать в спортивных праздниках как можно больше молодежи города. У вас все площадки городские должны быть задействованы. Каждую неделю там должны проходить мероприятия. Общественников подключайте, подключайте педагогические коллективы в школах, кто там по возможности не занят. Профессиональные соревнования это хорошо, но важно, чтобы у нас и воспитывалась смена и ребята оздоравливались. Это вперед. У меня на этом пока все. Обратите внимание, телеканал Самарогиз теперь на новой частоте. Настройтесь на 263 и 25 МГц в кабельной сети дом.ру.тв или 17-й кабельный канал. Смотрите нас онлайн на сайте самара.тв и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач смотрите на www.samarogiz.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарогиз. Власти страны заявляют, что кризис кончился. По их оценкам, падение ВВП в первом квартале оказалось лучше предварительных расчетов. Всего-то 1,9%, что на 0,3% лучше прогноза. Следовательно, экономика больше не находится в кризисном состоянии. Теперь власти всерьез ожидают начала роста экономики. Разумеется, сразу все последствия преодолеть не удастся. Но зато через несколько лет. Но это ничего. А вообще спасибо, что предупредили. А то мы тут не в курсе, что кризис кончился. На этой неделе РЖД планирует открыть книгу заявок на размещение облигаций на 30 миллиардов рублей. Планируется, что бумаги РЖД выкупят НПФ и управляющие компании. Другими словами, пенсионными деньгами проспонсируют РЖД. Но это еще не все. Дело в том, что ставка купона составляет 11,75% годовых. Ожидаемая максимальная доходность – 12,1% годовых. Сколько нынче ставка в коммерческом банке по кредиту? Минимум 25%. А у пенсионеров можно взять в два раза дешевле. Хорошо, если вернут. Но лично у меня в этом есть сомнения. 18 мая курсирование поездов «Таллин-Москва» прекратится на неопределенный срок. Причина – серьезное сокращение числа туристов на линии. Последний поезд «Санкт-Петербург-Таллин» уже перестал ходить с 11 мая. Та же участь постигла и московский рейс. Тем не менее, эстонская сторона сохраняет оптимизм. Предприятие «Железные дороги Эстонии» ведет переговоры с российскими железными дорогами о сохранении поезда «Таллин-Москва». Однако договоренности стороны пока не достигли. Ну а что эстонцы хотели? Что после незаконных санкций турпоток увеличится? Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первую минуту торгов подрос. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1691 пункт. Среди лидеров роста – полюс золота, группы ПИК, МВД, Сургут, Нефтегаз и Полиметалл. Аутсайдеры – Солер, Странснефть, аптечная сеть 36,6, МРСК-центра и Магнит. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным ростом. На азиатских площадках динамика движения индексов разнонаправленная. Ключевым событием недели станет публикация протоколов заседания ФРС США, намеченная на среду. Курс доллара на 18 мая – 50 рублей 1 копейка. Курс евро – 56 рублей 98 копеек. Золото стоит 1955 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 74 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 67 долларов 52 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. На Кубке Европы под Зюдо самарцы взяли 5 медалей. Крыли советов луч энергия – 5-0. Самара – чемпион Самарской области по баскетболу. Финишировал чемпионат Самарской области по баскетболу среди мужских команд. Золотые медали выиграл клуб «Самара». В финале горожане во втором овертайме переиграли лучшую команду прошлого сезона «Газпром» – 185. При этом Самара дважды показывала чемпионский характер в концовке основного времени и в первом овертайме. Теперь лидеры любительского баскетбола представят 63-й регион в чемпионате межрегиональной лиги по Волжье. Крыли советов выиграли очередной матч футбольной национальной лиги. Во Владивостоке на своем поле был разгромлен луч энергия со счетом 5-0. Голевую статистику улучшили Адис Яхович хет-триком, а также Денис Ткачук и Игорь Горбатенко. Кроме этого, крыли советов продолжили победную серию из 12 матчей. Из них 10 голкипер Евгений Конюхов отыграл на сухарь и оставил свои ворота в неприкосновенности 969 минут. Это новый рекорд футбольной национальной лиги. За Кубок Европы под дзюдо боролись 150 спортсменов из 17 стран. 11 дзюдоистов – представители Самары, которые рекордно выступили на татами. На их счету две золотые медали, серебро и две бронзовые награды. Свой послужной список пополнили Наталья Кондратьева, Мария Персицкая, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая и Валентина Костенко. У Конкина это первый Кубок Европы.